Без сил, но довольная компания из станицы Стародеревянковской возвращается со склонов Красной Поляны. В Сочи друзья, которые прежде отдыхали исключительно в Европе, приехали впервые. Побывав здесь, мы отсюда не уедем, не поменяем этот курорт на любой другой. Сервис отличный, всегда можно обратиться по любому вопросу, поводу, всегда помогут, подскажут, расскажут. Хорошо здесь отдыхать. Информацию в некоторых интернет-изданиях о том, что Сочи после Олимпиады якобы вымер, туристов нет, молодые люди восприняли как шутку. Очередя есть на подъёмниках, и, в общем, приходится и постоять кое-где, поэтому я не сказал бы, что он прям пустой, что людей нет. Людей, в принципе, достаточно-таки много. По крайней мере, катается много людей, люди разные, люди отовсюду. Постолимпийский зимний сезон всё ещё в разгаре, но уже сейчас его можно считать успешным. Об этом говорят и отельеры. К примеру, в этом гостевом доме, где и остановились туристы из Стародеревянковской. Пустых номеров сейчас меньше 20%. Такого раньше не было никогда. Превзошло ожидание, правда. А если бы мы ещё постарались и владели какими-то навыками работы на площадках интернета, мы бы ещё лучше поработали. Почему в этом году многие российские туристы предпочли Сочи европейским горнолыжным курортам, отельерам, понятно. Прежде всего, в этом заслуга Олимпиады, а во-вторых, на руку местным бизнесменам сыграл и рост стоимости иностранной валюты. Теперь важно сделать всё, чтобы те, кто приехал сюда впервые, хотели возвращаться вновь и вновь. У нас имеются сошильные шкафы для лыжного оборудования или просто для вещей, повседневной носки. Вынуждены были приобрести, потому что климат влажный. Поэтому установили. Очень сильно пользуются спросом. Люди довольны. О качественных изменениях говорят не только бизнесмены, но и обычные сельчане. На сходе, которые вновь озабновились на курорте из-за коммунальных проблем, говорили в основном лишь о газификации. И то эту тему поднял сам глава города. Если же говорить об изменениях, за несколько лет горный посёлок превратился в район курорта, благоустроенный не только для отдыха, но и для жизни людей. Асфальт на дороге, плитка на тротуарах, центральное водоснабжение и канализация, газ, гипермаркеты, банки, катки – есть даже два аквапарка. А вот трудоустроиться трудно посетовали краснополянцы. Местные предприятия дают предпочтение иногородним работникам. Если понадобится нам встреча с руководством этих, значит, или руководителем этих курортов, мы это сделаем. И сделаем. Почему у нас торгуют на розахутор жители Москвы или жители других городов, там, Северного Кавказа? Почему не дать возможность нашим предпринимателям там торговать? Это в наших силах. Завершая встречу, глава города призвал всех следить за порядком не только во дворах, но и вокруг своих домов. Чистота на улицах – первое, что подмечают туристы, рассказывая о своих поездках в постолимпийский Сочи. Татьяна Нагорская, телекомпания ФКТ.